Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня хотел рассказать вам, как я проверяю термостат, его работоспособность. Перед тем как снимать и проверять работоспособность термостата, нужно убедиться в том, что проблемы с охлаждением двигателя возникли не из-за недостаточного количества охлаждающей жидкости или слабого натяжения ремня. Надо убедиться в исправности индикатора, который расположен на приборной панели. Если вы заметили, что двигатель долго прогревается до рабочей температуры по показаниям индикатора, термостат возможно заклинил в открытом положении. В этом случае термостат нужно будет заменить. Если двигатель перегревается, нужно потрогать верхний шланг радиатора. Если он не горячий, а двигатель перегрет, значит термостат может быть заклинило в закрытом положении. Жидкость не попадает в радиатор, а циркулирует по малому кругу. В этом случае тоже термостат нуждается в замене. Если верхний шланг радиатора горячий, значит термостат открыт, и жидкость нормально циркулирует по системе, то есть двигатель охлаждается нормально. Хочу показать, как снять термостат на автомобиле ВАЗ-210507 инжектор. Сначала откручиваем пробку на радиаторе. Да, я еще хочу оговориться, я хочу полностью заменить жидкость охлаждающую. Вот, открываем кран печки полностью, откручиваем вот тут на блоке. Здесь на блоке стоит, прямо над вороночкой, болт на 13. Откручиваем его. Начинает вытекать антифриз-альтосол. Я вот поставил вороночку и под машиной поставил маленькую емкость. Так, потом. Вот там на радиаторе, внизу, в нижней части радиатора, есть кран. Его тоже откручиваем. Начинает вытекать антифриз или тассол. Потом, снимаем клемму с аккумулятора. Ключом на 10 или 12. И откручиваем ключом на 13 крепеж аккумулятора. Вот этот. Снимаем аккумулятор. Далее. Термостат держится на трех шлангах. Первый шланг. Второй шланг. Третий шланг. Вот этот нижний шланг идет на радиатор. Вот этот шланг идет на помпу. Помпа всасывает. Получается, здесь охлаждающую жидкость из термостата. И вот этот шланг, верхний, он идет в блок двигателя. Если работает малый круг, то охлаждающая жидкость из этого шланга поступает в термостат. Термостат ее перепускает вот в этот шланг. Вот сюда, к помпе. Вот. Если температура выше 90 с чем-то градус, 95, по-моему, или 97, полностью закрывает термостат малый круг. То есть верхний шланг, нижний шланг, верхний шланг, вот этот. Вот полностью закрывает. И помпа высасывает жидкость из радиатора. Уже охлажденная. Для того, чтобы снять термостат, нужно открутить три хомута, которые держат эти шланги на термостате. Чтобы открыть кран печки, необходимо в салоне рычажок подачи отопления в салон открыть в положение открыто. Поставить в положение открыто. Но это стоит делать только тогда, когда ты собираешься полностью слить охлаждающую жидкость и ее заменить. В случае просто смены термостата это делать нет необходимости. Как я проверяю термостат, его работоспособность, нового термостата уже снят или снятого с автомобиля. Вот мой термостат. Называется Томпсон, который стоял на автомобиле с 2007 года. Тут вот его маркировка. Маркировка. Сейчас продиктую. 2101 130 60 10-02 Но это также намаркировано 80 градусов. То есть открывается он при 80 градусах. Он стал на холодную немножечко пропускать из радиатора охлаждающую жидкость и двигатель стал прогреваться долго. Я решил купить вот такой вот термостат фирмы LADA Вот такой вот термостат. Он идет без целлофановой упаковки. Прям вот в таком виде. Вот такая маркировочка присутствует. И вот такая. 80 градусов 2101 130 130 0 60 10 130 60 10 Вот. Первым делом я паду воздухом вот в этот патрубок и видел, что немножечко, конечно, он пропускает. Самое малость. По сравнению с моим это незначительно. У моего достаточно сильно пропускает. Затем я вот сюда вот налил в этот патрубок холодную воду полностью. И в таком виде жду, пока она начнет уходить. Выливаться она будет вот с этого патрубка. Вот. Вот сейчас если наклонить, вы видите, что она наклонить. Вот так. Вы видите, что она выливается оттуда. Пока нет. Сейчас вот вот столько ушло уже за это время. Вот. Выливается. Видите? Немножко выливается. Вот такой вот такого плана утечка. Но охлаждающая жидкость является более густой, чем вода. И на охлаждающей жидкости эта утечка должна будет быть меньше. Вот. Следующая проверка. Я скипятил в чайнике горячую воду до 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 кипения. Довел. Ставлю термостат выливаем воду. Ставлю его в раковину и начинаю лить кипяток в верхнюю часть термостата. Вот сюда. При этом сейчас нижний клапан закрыт и вода должна идти с верхнего. Получается верхний патрубок сюда идет отсос воды на насос на помпу. Отсюда идет охлаждающая жидкость с двигателя. А вот отсюда идет охлаждающая жидкость сюда идет охлаждающая жидкость с радиатора. Вот. Соответственно при когда клапан открывается сначала охлаждаю он сначала вот здесь приоткрывается охлаждающая жидкость может поступать с радиатора к насосу к помпе. И когда это происходит в районе 80 градусов там плюс 2-4 градуса вот и когда двигатель нагревается свыше 90 с чем-то там градусов сейчас точно уже не помню закрывается вот этот клапан который перекрывает полностью малый круг. Так должен работать термостат. А тот клапан полностью открывается нижний и соответственно вся охлаждающая жидкость идет через радиатор. Начинаем сейчас заливать горячую воду. Вот вы видите с верхнего патрубка вода вытекает. с верхнего вытекает. Сейчас прогреется корпус сначала. Вот с нижнего потекла. Видим, да? Потекла с нижнего патрубка. Вот течет нижнего патрубка вода и сейчас по мере прогревания дальнейшего должен закрыться верхний клапан. Вот закрылся верхний клапан. Видите, вода не проходит сверху. Сверху она уже не проходит. Видите, останавливается. Это значит, что верхний клапан закрылся. Вот сейчас постепенно вода самотеком уходит. Вот это правильная работа термостата. При этом вот этот термостат также реагировал на перекрытие всех контуров за исключением того, что он пропускал вот отсюда. Сейчас я вам покажу, как он пропускал. Вот заливаю холодную воду, залил и смотрим. Вот она постепенно уходит. Вот снизу потекла. Смотрите, ручеечек видите, капает. Вот то есть течь посильнее. и вот здесь вы видите вода уходит. Таким образом. Перед установкой термостата нужно продумать положение хомутиков в пространстве для того, чтобы можно было их легче закрутить. Доступ к ним был. Порядок действий следующий. Сначала на шланге надеваем хомуты. Вот один. Там висит второй. И там третий. Потом наживляем термостат на шланге и затягиваем хомуты. Собираем все обратно в последовательности. Закручиваем пробки. Сначала пробку в блоке цилиндров. Наживляем руками. Докручиваем потом ключом на 13. Вот пошла. пробку продюратора. У меня она выглядит вот таким образом. Подлезть достаточно сложно. вот виден кран. Вот он. В нижнем в нижней самой части радиатора. В левой. Вот я его закручиваю. Перед закручиванием проконтролируйте что на этой пробке стоит резиновая прокладка. У меня она просто упала на поддон на защиту картера на пыльник и лежала. Хорошо я ее увидел. Если бы я ее не поставил все потекло бы. Вот я сделал импровизированную воронку из пластиковой бутылки и заливаю в радиатор антифриз. Заливается он медленно. заливать нужно до тех пор пока уровень не остановится. То есть до тех пор пока не будет уходить уже жидкость. Потом надо будет долить в расширительный бачок. Здесь есть отметка минимум. Нужно будет долить выше черного этого крепления. Тогда печка будет хорошо работать и будет хватать жидкости. Тем более что после пуска она еще уйдет. Воздушные пробки ликвидируются и жидкость уйдет еще. Хотелось бы рассказать несколько слов о том отличии радиатора охлаждения двигателя инжекторного автомобиля от карбюраторного. У инжекторного обе трубки идут с правой стороны. Одна там вторая. А у карбюраторного с правой стороны одна трубка, а вот с левой на верху приходит другая трубка. Заливается жидкость вот таким образом. Взливаем уровень и вот так пузырьками выходит воздух. Потихонечку. заливаем до тех пор как появляется здесь уже вода и стоит. Вот у меня получается видно, что редко пузырьки воздуха выходят из горловины, а так уже вода не уходит. Вот можно остановиться на этом и уже прогревать двигатель до рабочей температуры, пока не включится вентилятор. На этом все дорогие друзья. Кому понравилось видео ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! До встречи!